Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Третий апелляционный суд разместят в Сочи. Госдума приняла законопроект о создании отдельных апелляционных и касационных судов в общей юрисдикции. У телекомпании ФКТ новый директор Ждана Тихонова коллективу представил глава Сочи. В Сочи уступил Спартаку-2. Новый футбольный клуб провел свой первый домашний матч. Более 45 часов наедине со стихией. Ростовские пловцы планируют на веслах пересечь Черное море. Строительство дорог, сельских амбулаторий и детской площадки. С такими просьбами главе региона Вениамину Кондратьеву обратились жители Кубани. Любовь Котова из Василковского района работает врачом в участковой больнице Станицы Березанской. Так сложилось, что на западе населенного пункта живет много пенсионеров и им трудно добираться в единственное медучреждение. Да и население Станицы больше 7 тысяч человек. Врачам сложно справиться с наплывом пациентов. Женщина просит у главы региона построить еще одну сельскую амбулаторию. По поручению губернатора на возведение нового кабинета врача общей практики выделено больше 10 миллионов рублей в рамках краевой программы. Деньги сегодня мы системно предусмотрели на средство офисов. Сам врач есть на примете, потому что здесь важен врач. Он должен знать наперечет историю болезни каждого жителя прилегающего или который входит в зону ответственности данного врача. И тогда это будет то, о чем мы говорим. И люди будут уверены в своем враче. Для этого и есть офисы врача общей практики. То есть он один, но отвечает за всех. Сегодня в крае активно занимаются строительством сельских амбулаторий. Власти поставили амбициозную задачу – возвести 500 кабинетов врачей общей практики к 2020-му. Каждый год в регионе их открывают больше 20. Вениамин Кондратьев акцентирует внимание Минздрава Краснодарского края, что нужно учитывать количество населения при возведении ВОПов. В Березанской он должен появиться уже до конца этого года. Жители уже видят, что реально строится офис. Поэтому, да, вот 28 декабря окончание официальное строительство. И, я думаю, с Нового года жители уже вполне могут пользоваться этим офисом. Такого же внимания требует и детский досуг. Жительница станицы Полтавская, что в Красноармейском районе, попросила у губернатора помочь со строительством спортивной и игровой площадки на базе одной из школ. Молодежь сейчас, я думаю, очень увлечена спортом. И тем более сейчас, после чемпионата мира, я уверена, футбольного, да, я думаю, уверена, что футбол будет на первом месте. Поэтому хотелось бы, конечно, что-то футбольное, волейбольное. Я еще раз подчеркиваю, стратегически, что мальчишки, особенно мальчишки, имели место сбора. Потому что они так устроены. И не в подворотнях, и в темных уголках. Неважно, это большой будет город нашего края, или Астаница, или Хуторок. А там, где освещенное место, такова именно площадка является. Там есть условия для того, чтобы они могли позаниматься спортом, дать выхлоп своей мальчишней активности. Это, наверное, самое главное при назначении этих спортивных площадок. В Станице, где живет больше 28 тысяч человек, уже есть 6 спортивных площадок. Глава региона поручил выделить на строительство новой 4 миллиона рублей. Местные власти отчитываются. Дети смогут освоить новые тренажеры и погонять мяч на полях уже до конца года. В сроках ремонта дороги, уверены строители Тимошевского района. Там отремонтируют транспортную артерию, ведущую к хутору Красноармейскому. Участок трассы длиной больше 3 километров в аварийном состоянии, рассказывает главе региона жительница хутора Наталья Телепко. На место уже выехали асфальтоукладчики. По новому покрытию жители смогут проехать уже в конце октября. Для этого из краевого и местного бюджетов выделили почти 14 миллионов рублей. Такого внимания требуют все дороги края, уверен Вениамин Кондратьев. На Кубани второй год подряд увеличивают средства на ремонт и строительство транспортных артерий. В 2018-м на эти цели уже выделили 28 миллиардов рублей. Четверть из них уйдет на дороге местного значения. Инна Чайко, Алексей Комаров, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Третий апелляционный суд разместят в Сочи. Госдума приняла законопроект о создании отдельных апелляционных и касационных судов общей юрисдикции, не связанных нынешними границами регионов и об освобождении Верховного суда от рассмотрения апелляций. Проект предполагает, что апелляционные и касационные жалобы и представления будут рассматриваться не в том же суде, решение которого опротестовывается, и даже не в том же регионе планируется создать 9 касационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. В Сочи расположится третий апелляционный суд. Первый появится в Калуге, второй в Санкт-Петербурге, четвертый в Нижнем Новгороде, пятый в Новосибирске. И кадровый вопрос. С сегодняшнего дня телекомпанию ФКТ возглавляет Ждан Тихонов, один из известных телевизионщиков Краснодарского края, заслуженный работник культуры Кубани. На этом посту он сменил Олега Бурунина, проработавшего директором телекомпании два десятка лет. Знакомство коллектива с новым руководителем прошло в приемной главы города Сочи. В средствах массовой информации Ждан Тихонов с 97-го года. И сегодня он хорошо известный на Кубани журналист и медиа-менеджер. За плечами работа на ГТРК Кубань, на Краснодарском городском телевидении. В 2005 году он стал руководителем телерадиокомпании Краснодар, где проработал более 9 лет. В 2015 Тихонова назначили гендиректором телерадиокомпании Кубань-24. До нынешнего назначения плотно сотрудничал с федеральными СМИ. В Сочи Ждан Тихонов тоже не новая фигура. Я его знаю давно. Замечательный профессионал. Уверен, что с его приходом наше телевидение оно получит новый резонанс. Он начал тоже с этого, что я думаю, что нам нужно некоторые вещи больше на имидж курорта работать. Это правда. И нам надо на опережение научиться работать. Решение о назначении на должность директора ФКТ принимали в департаменте СМИ Краснодарского края. Руководитель департамента подчеркнул, что именно Ждан Тихонов может справиться с решением новых задач, которые сегодня стоят перед сочинской телекомпанией. Человек с огромным опытом работы в отрасли. Последние два года он довольно интересными проектами, такими прям серьезными занимался в Москве, в других регионах. Очень серьезные задачи стоят перед ФКТ. Вам нужно соответствовать тому Сочи, который есть, и двигаться с ним в ногу. В первую очередь Ждан Тихонов планирует усилить присутствие телеканала в интернете. Рано еще говорить о каких-то конкретных проектах, но то, что их будет больше, то, что они будут интересны, это бесспорно. И телевидение – это область, которая развивается и должна развиваться каждый день. Поэтому мы будем стремиться быть в тренде и тоже развиваться и для сочинцев, и для гостей Сочи. И самое главное – для федеральной аудитории, потому что все люди любят приезжать в Сочи, и все люди хотят знать, как здесь в Сочи, и поэтому для федеральной аудитории мы тоже будем работать. Ждан Тихонов окончил Кубанский государственный университет культуры и искусства по специальности режиссер. Позднее успешно защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата философских наук. За заслуги в профессиональной деятельности удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Кубани». В Сочи вручили благодарственные письма росгвардеецам, обеспечившим правопорядок во время матча Чемпионата мира по футболу. Безупречную службу сотрудников отметил начальник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Евгений Меркушин. В Сочи безопасность участников, гостей и жителей в тесном взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами обеспечивали свыше двух тысяч сотрудников и военнослужащих Южного, Центрального и Северокавказского округов Росгвардии. Они охраняли общественный порядок как на территории города, так и в прибрежной части акватории. Для ее патрулирования было задействовано морское подразделение Росгвардии. Водолазы ежедневно обследовали дно и подводную часть гидросооружений. Обстановку с воздуха в Олимпийском парке во время проведения матча контролировали сотрудники авиационного отряда специального назначения. Для этого использовали комплекс высотного наблюдения на базе привезного аэростата «Ока». Запущен он был в работу накануне первого матча. Специалисты инженерно-технических групп ОМОНа в составе межведомственных рабочих групп обследовали спортивные и другие объекты чемпионата на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Экипажи вне ведомственной охраны патрулировали городские улицы. Один из них круглосуточно находился в Олимпийском парке. Сотрудники СОБРа обеспечивали безопасность команд-участниц, арбитров и официальных делегаций ФИФА во время их передвижения, а бойцы ОМОН в местах размещения. Офицеры отдела лицензионно-разрешительной работы следили за соблюдением законодательства в области оборота оружия. Благодаря проведению крупных мероприятий, таких как Кубок конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу, Росгвардейцы получили опыт, который будет применяться в дальнейшем при обеспечении безопасности на других мероприятиях. Новый городской футбольный клуб провел свою первую домашнюю игру со счетом 0-1. Сочи уступил Спартаку-2 в матче первого тура футбольной национальной лиги. Игра прошла накануне на стадионе имени Славы Метревели. Стадион вмещает более трех тысяч болельщиков. Болельщиков и трибуны были забиты почти на 100%. Вот такой эффект от прошедшего Чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира закончился. Было некоторое опустошение после нашего матча, когда сборная России здесь закончила свой турнирный путь. Но футбол возвращается. Очень рад, что в Сочи появилась профессиональная команда. Поэтому я здесь сегодня на первом матче, чтобы поддержать. Я сам занимаюсь футболом до сих пор. Я болею за красивый футбол, хотя я сам за Спартак болею. Но я сейчас выбрал нейтральную сторону, за красивый футбол болею. Фанатка футбола давно. И так как появился футбольный клуб в Сочи, надо болеть, надо поддерживать наших ребят. Ну а как иначе? Отдельную трибуну заняли фанаты Спартака-2. Они специально привезли в Сочи на игру барабаны и во весь голос распевали кричалки в поддержку столичных футболистов. Как отметил тренер команды Сочи Александр Тачилин, клубу еще предстоит период адаптации к жаркому и влажному климату курорта. Ведь команда перебралась на побережье из северной столицы. Петербургский футбольный клуб «Динамо» перед стартом сезона первенства ФНЛ переехал на юг и сменил название. На стадионе имени Мэтр-Эвэлли команда проведет только первые матчи. Затем будет играть на стадионе Фишт. Более 45 часов наедине со стихией. Ростовские пловцы планируют на веслах пересечь Черное море. 10 спортсменов собираются поставить мировой рекорд, преодолев 300 километров по воде менее чем за двое суток. Плыть будут из турецкого трапзона в Сочи. Сегодня ростовские грибцы рассказали журналистам, как готовились к уникальному заплыву. Подробности у Ольги Десятовой. На пресс-конференции команда ростовских грибцов в полном составе. В большой команде из 10 человек – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Они завершили карьеру, но не потеряли страсть к воде и спортивный азарт. Так родилась идея провести 45 часов наедине со стихией. Пройти 300 километров по Черному морю исключительно за счет мускульной силы грибцов. Цель – поставить сразу три рекорда – два мировых и один российский. Команда пойдет на пятиместные лодки, предназначенные для прибрежной гребли. От турецкого трапзона до Сочи. Двигаться будут в режиме нон-стоп со средней скоростью до 12 километров в час. Больше полугода спортсмены готовились в Таганрогском заливе, ежедневно проплывая сотню километров и теперь готовы вступить в нешуточную схватку с водной стихией. От 40 до 60 часов планируем идти. Все зависит от погоды, потому что, скажу так, недавно была тренировка у нас в Таганроге на Азовском море. Был сильный ветер шквалистый. Мы почти полтора часа стояли на одном месте. То есть мы грибли, упирались, но мы почти полтора часа, чуть-чуть передвигались. Это было крайне сложно. Команда продумала все. Обеспечивать безопасность будет специальный катер, который будет сопровождать грибное судно на всем пути. Но бороться спортсмены будут не только за право оставить свой след в истории. Своим невероятным водным путешествием они хотят привлечь внимание к грибному спорту. На нашем ростовском грибном канале дети подбегают, спрашивают, как у вас, когда вы идете. Конечно, это очень приятно. И хотелось бы, чтобы больше детей занималось спортом. Финальную тренировку грибцы проведут уже в Турции. На встречу мировым рекордам команда отправится ориентировочно в пятницу-субботу. Составлен рейтинг самых дешевых пляжных туров на август. Одно из самых востребованных направлений – Сочи. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России проанализировала цены на недельные пакетные пляжные туры с вылетом из Москвы по 12 наиболее востребованным направлениям. В это число вошли Турция, Греция, Кипр, Крым и Большой Сочи. Речь идет о турах на двоих взрослых с авиаперелетом туда и обратно. Так, средняя стоимость пакетных туров в августе в Сочи, Анапу и Крым выросла и составляет 50-56 тысяч рублей. К слову, подорожали практически все зарубежные направления. К другим новостям. 19 июля в центральном районе Сочи будут перебои с газом. Специалисты Сочи Горгаза приступят к плановым работам на линии в районе улицы Гагарина. Это необходимо для подготовки газового оборудования к осенне-зимнему сезону. На время работ в течение нескольких часов возможно отключение газа в жилых домах на улицах Виноградная, Чайковского, Гагарина, Красноармейская, Тельман, Отсерупы, Новоселов, Госпитальная, Кавказская, переулках Хлебозаводской, Мясокомбинатовский, Рабочий, Гуковский и на Цветном бульваре. Также на время проведения работ будут отключены несколько котельных и ряд городских предприятий. Их перечень на экране. Для повторного пуска топлива абонентам надо обеспечить доступ специалистов Сочи Горгаза к оборудованию и иметь на руках действующий договор на техобслуживании. И о приятном. 18-я международная ювелирная выставка «Интерювелир-2018» открылась в Сочи в Гранд-отеле «Жемчужина». Ее организаторы традиционно – компания «Солд» – сочинские выставки. А проводится она при поддержке гильдии ювелиров России. 18-я международная выставка ювелирной индустрии «Интерювелир-2018» объявляется открытой. Выставка «Интерювелир-2018» – самая привлекательная для горожан и гостей курорта. Здесь изобилие модных ювелирных изделий. 150 компаний из различных регионов России привезли украшения всех стилей и направлений. Получился настоящий музей ювелирного искусства. Сегодня время индивидуальности. И это как раз можно сделать здесь, на выставке «Интерювелир». Купить то, что невозможно найти где-то в другом месте. Это красивейшие ювелирные изделия. Огромнейший выбор серебряных изделий. Как всегда, кубачи нас радуют и посудой, и оружием. Я думаю, что мужчинам все это будет интересно. На выставке легко можно выбрать изделие по душе для себя или в подарок. А ювелиры не стоят на месте и удивляют разнообразными идеями, воплощенными в металле и камнях. Классика обязательно должна быть представлена. Но она сегодня обыграна более новыми кастами, более новыми цветами золота. В серебре сегодня модно более крупные украшения. Тема животных, она тоже присутствует всегда. Даже самый взыскательный клиент найдет для себя интересные предложения. Традиционно для всех покупателей ежедневные розыгрыши подарков. Выставка «Интерювелир» открылась в гранд-отеле «Жемчужина» и будет работать пять дней. Вход свободный. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Традиционно украшением выставки «Интерювелир» является стенд московского представительства фирмы «Поши». В этот раз в Сочи представлена уникальная коллекция суперстойкой косметики. Возьми на свадьбу в офис и на пляж водостойкий макияж. Новый слоган компании «Пош» актуален для летнего Сочи. Среди новинок фирмы – эликсир молодости, который создает эффект наливного яблока. Его можно использовать либо самостоятельно, либо добавлять в маски и кремы. Ученые называют гель прорывом среди препаратов омоложения. Наша миссия – украсить женщин, сделать их молодыми, красивыми, обаятельными и привлекательными. Мы предлагаем пигменты, которые мерцают практически как бриллианты на губах и на очаровательных глазах наших посетительниц. Любая поклонница бренда знает тушь, пудры, тени, косметические карандаши – все это натуральная косметика. Ее не смует даже морская вода. В основе пчелиный воск с добавлением минеральной пудры. Продукция гипоаллергенна. Новинка сезона – карандаш «Пош» для бровей. Состывая в течение трех минут и держится до трех дней. Косметика «Пош» представлена на выставке «Интер-юбилир-2018» в гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсеевна, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.